Всего в этом году повестки из военкомата получили 2500 призывников. Добровольно явились только 1500. Чтобы привезти в военкомат остальных, понадобилась помощь полиции. По словам специалистов, прошли те времена, когда будущие призывники штудировали законы в надежде найти легальный повод не ходить в армию. Также нет необходимости подслушивать разговоры в коридорах военкомата о том, как их друзьям и случайным знакомым якобы удалось избежать службы. Слушать эти байки интересно, но практической пользы никакой. Сейчас за советами и отсрочками молодые люди все чаще обращаются в интернет. Органами внутренних дел, в частности УВД по городу Череповцу, налажен мониторинг, в том числе средства интернет-сети. Любые объявления о том, что такую отсрочку изготовят за какую-то денежную сумму, они свидетельствуют о том, что возможно совершается уголовно наказуемое деяние преступления. Правда, такая помощь не бесплатна. В среднем расценки варьируются от нескольких десятков до сотен тысяч рублей. И при этом никакой гарантии. Как показывает практика, красивые обещания могут оказаться банальным мошенничеством. И тем не менее, стремление отдать долг родине для современных призывников не свойственно. Причины мы узнали сегодня у черепахчан. Ну и как вы считаете, сейчас следует служить молодым людям? Конечно, обязательно. В силу и в школу, скажем так, мужество. Бояться ее не надо. Все равно нужно. Что-то может лучше, чем во дворе сидеть, алкоголь употреблять. А так можно будет что-то научиться в жизни. Не служил и не буду. Служба в армии отрицательна. Потому что я считаю, что нынешняя Россия не заслуживает такого. Однако, даже если кому-то удастся воспользоваться услугами сомнительных дельцов, рано тешить себя мыслью об удачном завершении дела. Военкомат, полиция и прокуратура ведут непрерывный поиск уклонистов. Каждая сомнительная справка изучается, а носитель диагноза, дающего право не служить, проходит повторную медкомиссию, но уже под строгим надзором. И всегда есть риск заполучить неприятности, которые поджидают уклонистов. За уклонение от призыва на военную службу, при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы, действующее уголовное законодательство, А именно, статья 328, часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает ответственность в виде штрафа до 200 тысяч рублей, либо в виде лишения свободы на срок до двух лет.